Это вопрос в интернете Скорее всего Да, я хотел рассказать, как мы вчера Где были с Любовью Николаевной Да, где вы были? В Краевую библиотеку Шишкова Краевая Большое здание, огромное Утром пригодился, тут заговорились Дубуно, прям туда подвез Прям хорошо И там заходишь, большой тамбур А потом там, где Несколько раздевалок там показано Дежурный, туда не заходи Все в этом, надень Но мы зашли Она прямо Обычно не глядят на это, а здесь нет Она вцепилась и выгоняет, выходите и все Ну, а я тогда взял Подошел ручку у ней И стал писать Что надо, чтобы мне Выдали справку или что Что мои книги у них 38 томов, находятся в двух экземплярах Что они целые И я подарил Ну А сестра надела И она подала Новенькие там какие-то А я Вышел на улицу И там мотался перед окнами А потом зашел там Они мне даже на стул Садитесь в тамбуре А я не стал Молюсь, схожу И вот она там Побыла И оттуда выходит Бумаги приносит Ну, печать такая Синяя Внизу полпечати Не видать даже Перечисляются книги Под каким они номером Что в них Как называется И список Я сначала не понял Что ж дважды повторяется Два экземпляра-то Они все зафиксировали А я потом написал дальше Это не пойдет так Вы сделаете печать Что была жирная Не внизу в правом углу А вверху в правом углу Поставил такое условие Чтобы сделали так Я Она пошла второй раз Свернулась И уже бумаг никаких нету Они говорят Нет Мы сделаем по-другому Когда вы сдали И там все Пусть опишем тогда По-хорошему Ну и звонок Теперь ждем Мы пошли А тут Алтай Краевой Или как его назвать Банк Сибербанк Самый главный банкир там И он мне много лет помогал Помогал так Зайдет так Я что-нибудь Так он Сразу раз бумагу Кто должен Он должников берет Идите к нему Мы позвоним ему Мы долги с вас должны быть Помогите человеку Я был Краевой администрации И так же Один стоит рядом С этим С нашим знакомым Павел Петрович Аксенов И На меня Что тебе надо На меня Я говорю Муки Там Симус сказал Да До этого еще Правда А он тогда Обращается К ним Перед ним человек стоит Слушай Ты помирать думаешь Что А такой сухощавенький А что такое Вот человек На меня Иди в коридор Он тебе расскажет Что надо Вышли Он говорит Что вам надо Я говорю Муки надо Муки Двенадцать мешков И матрасов нету Матрасов А сколько надо А он предприниматель Такой добрый Так А где вы Находитесь По Теряевке Откуда едут Как раз узнал Проходит Дни два Он все привез Но правда Матрасы То ли в торопях Делали Кусками Особенно Степаненко Спал Говорит И два Я доспал Ну и все Надо Он все Сделал Это человек Вот так И здесь Вам все Надо Мы зашли А мы написали Теперь и там В банке Чтобы отблагодарить Что Россия Не кончилась Есть добрые люди Он меня этим Должниками Сунет Должникам А им звонок Помогите И они все Помогали Кто чем мог Вплоть до кукурузных Хлопьев И конфет И мы добились Нас взяли По хорошему А тот Кто был Главный Писецкий Его нету Сейчас Ну на пенсию Ушел Ладно Оттуда мы Завернули Пешком С Любовью Николаевной В университет А там Проходу нету А мы постояли Пока здесь Ну и А я в это время Написал Что нам надо Надо мне К ректору Ректора нету Проректора По учебной части Нету Нету Все другое Что я тут Вел занятия Восемнадцать лет Мне нужна справка С печатью Жирной Жирная печать С подписью На бланке Но там Не пропускают И моя Она любо-то С ней говорит А я в это время Тут рядом стою Мариусю Она так на нас Я ей говорю Мне Ну Я не говорю Она Обязательно Нужна Она начинает Выписывать Разве Не пропуск А такая штука Там пристанешь Она тебя пропустит Там рога такая На повороте Ну и меня пропустили Я был Таковский И сказали Какой кабинет Это Двести Там сорок восьмой Это второй этаж Я нашел Захожу Там одна женщина Сидит А как раз там Где Семкина Был про ректора Все так же Сходится А напротив У него Там был Другой Совсем Помощник Какой Не помощник Или кто И вот Я ей это Показал Она говорит Да-ка его нету Ректора Он где-то там На заседании Я говорю А сколько он будет Да не знаю Я говорю А нам ждать некуда Она говорит Ну ладно Давай запирать Свою комнату И пошли к нему туда Где-то Где был Ястигнеев Ректор И он там Этот А ну Раз он там Он стал Говорит Он меня знает Заулыбался А я ему бумагу Показываю Вот как было Дело-то Нам нужна справка Чтоб показать Это реклама Вам будет По всему миру Какие добрые люди У нас на Алтае есть И он у меня тоже Принял этот документ Мы вчера В трех местах Ждем теперь документы С печатями жирными С доказательством Что я вел занятия Я уже другие Тогда университеты Не пошел Еще Достаточно одного 18 лет Тем более Коршу Кажется Коршунов его Что-то такое И вот такое дело До того интересный Был день Мы вчера И никто Нигде нас Не выгнал Вопросы Необычные И там говорим Вот вы представьте Банкир Деньги Ну везде люди просят А мы-то не просим А мы хотим Дать И они так С этажа на этаж Там бегали Там нашу бумагу приняли И вот вчера У нас такой Благословенный день был Теперь будем ждать Сегодня сходим В суд И конечно Это документы Был Да У меня же есть документы Их если поискать Благодарность В других странах Когда мы были Я им отдаю Они Вот в Сербии Я мог бы Да там еще где-то Обычно у нас Бланк был Свой Они ставят Печатать свою И все А это прямо Сами напечатали Благодарность Ну что будет Баги такие Нет Конечно А еще бы Благодарности От Кадырова От белорусского Проксидента Если такое есть Найти бы Есть Это надо Теперь искать Только Потому что Архив Я еще В архив сдал Давно Но если я начну Ковырять Я найду Они у меня Где-то на складе Наверное Там мерзнут Вот От Рамзана Ахматовича И От Александра Григорьевича Лукашенко Да Да Это надо Все Чтобы Это все Было В электронном Архиве Теперь Ну Теперь Я буду Здесь Вон Володя Ты сможешь Сканировать Здесь Теперь А Не знаю Это надо Но брать надо Виктор Там По телефону Говорил Володя Тут переключал И мы сразу Сделали Я когда-то На нем Работал На сканере Много Все Это вылетело Они занимаются Каждый день Сколько Людей Приходит Да Уже Много документов Собрано У меня папка Я там все Собираю И потом Мы все Разместим Прямо в интернете Будет стоять Все Ну Если Будет все Просто я попрошу Если где-то можно Хоть маленький Моряка Меня посадите туда Мы попробовали Система не пропускает Моряка А почему Может заменить Надо что-нибудь Может быть Ну Видите Я не могу делать У меня Мой Айпи адрес Забаненный Ну то есть Я не могу это делать Я только с работы Могу менять С работы А со своего компьютера Не могу это делать А это Ксения Юрова Николай Они попробовали Ничего не получается Как почему-то Не пропускает Ладно Вот эти документы Которые сейчас есть Юстиция Сегодня Если получим Прокуратура И на той неделе Может быть Нам в фазоне Там где Мы были вчера Три Еще дополнительные И при том Книги Что 38 томов До двух экземпляров Это Ну тоже показывают Угу Ну вчера Вещи-то говорили Одной сестре Там дом-то покупают Прям тут же Через час Уже она получила Деньги отсюда Да Она звонила Плакала Плакала А тут как раз Это Лена Все мне помогает Она Два Комплекта Только что отправила И поступили деньги Прям только Буквально на неделе Ну и я говорю Ну да Не хватает 100 100 я найду 107 107 я ей добавлю И все Она там на свои Там добавила И Андрей У нее Ну занимается Там коровами Это у него Какое-то такое Что бесплатный Перевод делает По всей стране Ну как-то Одно к одному Прямо Так делает Господь Ну что там Екатерина Ровнехонька Конечно Я сказал Только это без отдачи Это Во имя Иисуса Христа Это Ну она там совсем Вот как Бог делает Главное Не раньше Не позже До этого У нас тут была Сестра Поехала Ей 300 договорилась Тысяч Покупать квартиру Елена Фаур А приехала Когда уже Рассчитывается Грапим Один к одному Сделать Тем более Я отдаю В пейджмейкере Ничего не надо Ну можно На всякий случай Пробежать Где-то ошибку найдет Кто-то Ну да Там ошибки Только исправить надо Ну да Советом Со мной Ошибка Но я считаю Но я считаю Библиотеки мира Час Вот мы вышли Из Покровского Собора И сразу Начали проповедовать И что интересно Люди Которые К нам Примкнули У них Квартира Есть К ним И пошли А которые Были Не приняли А они потом Стали враждовать Против нас А смотрите По стырям ездить Эти люди Абсолютно Порченные Вы Этот Венспилс Вы сколько Там пробыли Венспилсе Вообще Прожили Прожил-то Тогда Я так Не могу Сказать Но думаю Года полтора Наверное А потом Вы куда Переехали Страшно Сказать С Ватальца Поехал В Волгоградскую Область Нет А там Вы жили? Да Тоже жил Там Он показывает Я ничего не записал У меня сошлете Тогда Что я вам говорю Тут записывается Да Да Ну вот Такое дело То есть смотрите Вы где-то Венспилсе были Потом В Волгоградскую Область Переехали Да Ну там Видишь Сразу устроился Строительную Бригаду И дерево Там Нигде больше Мне не встречалось Дома Из дуба А дуб Это твердое дерево И надо было Вручную Из них сделать Брусья Это вообще Там В Ну Веревочка такая Мелом намажешь ее Потом так По концам Она ударит И поэтому Тогда уже мерка Есть ровно Я приду Пальцы вот такие Вот у меня Не разгибаются Когда я в Венспилсе Работал на отбойном Молотке Там В нижнем этаже Что-то долбили Помню Руки Вот так Там мозги Наверное в пальцы Все Там Тяжеленная Такая работа Я здоровый Был крепкий А вот так Придешь Приказать нельзя Но Не заладилось Не заладилось Они Пока мы Горется Ехали Она Пятидесятницей Стала Из Баптистки Тут можно было А там Никак нету Должны быть языки Гостолальные А в это время Брат у меня Приехал Да Кажется Каким Не приехал А то я первый Или как У меня так Получилось Что в Пензе Меня знали И Наверное Он туда приехал Я знакомый Дал адрес Или как Кажется Он тоже туда приехал С девушкой Знаком был Что-то такое Вот А теперь оттуда Я еду туда А в это время Разлив там реки И меня ночью Встречают Баптисты И к себе берут Карпов Александр Семенович Это в каком городе? Пенза Пенза Это после Волгоградской области Вы в Пензу поехали? Пенза В Пензе Я там Мы жили там Пока брата Не взяли в армию Ну наверное Года два Ну там есть Что вспомнить Его Марфа звать Она Мордовка Мордвинка А он Такой Где-то На складе Работал Ну не очень Интересовался И вот Ей рожать И трое Ребятишек Было Ну тогда Беремя Тоже проверялись Она пошла Ей там Сказали Рожать нельзя Только аборт Она пришла Плачет А мы все время С ней молились Двое Она мне Игнашенька Игнашенька И вот мы опять Стали молиться И встали Она В слезах И говорю Я говорю Марфа Не надо Это делать Господь Усмотрит И вдруг К ним приезжает Откуда-то С Узбекистана Баптист С бородой Окладистой Врач И он ее Осмотрел И говорит Надо делать аборт Ничего нельзя сделать Она пришла Говорит И брат Говорит Я говорю Это не брат А враг Не делай этого Родился Прекрасный мальчик Его Паша Назарь Павлик Его стали звать Игнатьев Я его спас Она после этого Еще семерых родила Вот представь себе Нарушила все И все их осмотры И прочее А оттуда-то Теперь мы уже Я поехал в Новосибирск Брата когда забрали Почему в Новосибирске Где остановился Как-то так получилось Что у старобрядцев Тогда мы еще В православную ходили Но как бы не относились К ней официально А уже отсюда Когда переехали В Барнаул Тут все Со старобрядцами Уже никак Они меня там И отлучали Новосибирск Еще так и не делали Прилучали Я поехал Барнаул Не отлученный Это все сняли У меня подробно Описано Это То есть смотрите В 62-м году В Венсплассе Вы уверовали Дальше Дальше вам Руководство училища Которое вы учились Говорит вам Что либо Забирайте документы Ну то есть все И вы пошли Работать на стройку Там На отбойном Молотке работали Так На отбойном Молотке работал Ну просто тяжелая Работа была Так дальше Вы поехали В Волгоградскую область Какой город Не помните Какой город Это не город Это село Которая девушка была Кажется Шевченко ее была Фамилия А вы откуда Они узнали У которых я был Обратился Они с ней Переписывались Антонина Она очень хорошая Девушка И они меня Все время Ее нахваливали И она Анна Матвеевна У которых я Обратился Еремеев Она поехала Со мной туда Чтобы меня Уже сосватать А в итоге Почему вы Не сосватались Почему Я же сказал У меня нет языков Я разговариваю Но не такие языки Надо А надо Ла-ла-ла-ла-ла Патер-патер Мутер-мутер Ага Все понятно Понятно А вы В тот момент Уже вам попал Журнал «Ревнитель» К тому моменту Или нет еще Нет Это в пенсии будет Вот журнал «Ревнитель» Их присвитер Ульянкин Петр Михайлович Кажется Он мне дал 1400 страниц И формат Как огонек Большая Пять или семь раз Я его законспектировал Каждый раз Уменьшаясь Сжимаясь И в разные города Где-то Где мне знакомые были Везде спрятал Если меня арестуют Я могу забыть А они даже Он дал мне Вот удивительно Там главный был Который говорит Кунцевич Лазарь То есть Смотрите Это получается Сама Антонина Она сама не захотела Так как у вас Неск языков Ну Да А это По Божьему промыслу Было Видимо Ну конечно Да Конечно И у них Я там был Когда у них бабушка Она занималась Щародейством А потом покаялась И она Когда люди приходили Они знали Она знала Что-то там делала Помогала Лечила И они приходят И она видит Не человек Стоит А сатана Это бабка И она сразу падала И молилась Я первый раз видел Который вот Знал С нечистой силой Такое искреннее покаяние То есть Это кто приходит Имеется ввиду К ней лечиться Да Она уже покаялась Бабка это Не мать ее А бабка Антонина Это бабка Ага Все понятно Тоня Тоня А потом Что Почему То есть А там Вы работали Получается Тоже пошли На стройку Работать И там Дерево Дуб Дома строили Из дуба Ну и вот Когда А брат Кому-то Он приехал То ли Девушка Какая-то Была Там Пригласила Или что А получилось Так Что У него Там такое Юноша Который Там Что-то К ней Тоже Начал Сватать И внезапно Он погибает Ну Они Хорошие Баптисты Были Зарегистрированные А Саша Тут интересно Он Держит Ребенка Он такой Легкомысленно Можно сказать Был Ребенка Держит А у него Все открыто И мошонка И все Ничего у него Памперсы Не знали И в это время Он кипяток Мать наливает Я говорю Что вы делаете Ребенок Он рукой Сапается А ладно И он в это время Хватает стакан Ребенок И дергает Все Обварил У него Всю мошонку И все Там какой Крик был Ну я же Говорил Только сейчас Сказал А у меня Такая была Практика Я приезжаю Когда на квартире Я узнаю Какая нужда Подвала Нет подвала Делаю Сарай Сарай Строю И уезжаю Оставляю Все Кроме одного Одеяла С собой А в это время Там у него Матрас Что еще было Достал Все это Не считаю Что я за квартиру Платил А потом Что вас Побудило Ехать в Пензу Брат Там был Аким А там Меня уже Ничего не держит Однажды Мы Ну там Где были В Волгоградской Области Там надо Посмотреть В книгах Там должно Быть у меня Название Села Да можно Даже Посмотреть Ну-ка Сейчас Посмотрю Пересислить Я сразу Скажу Оно или не Оно Деревня Так Волгоградская Так Шевченко Николай Олегович Это не тот Нет Это у нас Был Приехал Такой Художник Был Так потерялся Так Так Надо По этому По Волгоградской Области Просмотреть Деревни Назвать Большая Деревня Там Тоже У меня Было Два Случа Интересных Камышин Михайловка Урюпинск Фролова Городище Калачино Ну Так Нет Много Много Тут 1400 Всяких Населенных Пунктов Большие Районные Районные Алексеевская Андреяновская Арепев Оржановская Сейчас А ну вот Алексеевская Усь Бузульская Еминский Нет Нет Так Красный Октябрь Рябовский Оржановская Нет Шарашенский Ларинский Солонцовский Самолшинский Реченский Поклоновский Поклоновский Стеженский Трехложинский Большой Бобинский Павловский Исаакиевский Титовский Барминский Помолинский Гущинский Четеревский Какачаринский Ежовка Нестровский Пимкинский Скулябинский Полиновский Большая Товолжанка Адрияновка Попов Серебрянский Изотовская Ольховский Арепев Становский Яминский Захаровский Суховский Угольский Красинский Решотовский Плес Кадиновский, Единовский, Сидоровка Митькин Большевик, Гореловский Гремяческий Долговский Земляничный Иглинский Нет, значит не районный А, нет, ну вот Быковский район Городищинский район Даниловский район Дубовский район Еланский район Жирновский район Иловлинский район Калачевский район Камышинский район Нет Киквидзенский район Клецкий район Котельниковский район Котовский район Умылженовский район Ленинский район Михайловский Нехаевский Николаевский Новоанинский новониколаевский октябрь ну ладно я потом может быть где-то тут еще такое-то которая со мной она мать сильно приехала и они там не видимо с ней я вела не там дружек так были а куда приехала куда приехал и она мне сказала то не молиться богу и она решила замуж не выходить потому что время короткое вот тут еще что ну а я-то так понял что из-за того что я не такой там у меня было два случая такие интересные сказать я куда-то сюда зачем-то ездил куда-то там кому-то в другое село проповедовать оттуда автобус идет я на автобус сел ну и мне надо ехать еще до своего там куда-то села а тут одна женщина выходит с чемоданами и не может нести а я с ней вышел и чемоданы решил нести деревня маленького в отдалении там за километр когда принесли я чемодан то поставил она говорит что за чемодан я говорю так это ваш да нет это не мой я выходит в дверях подцепил чужой чемодан и унес а чемодан военный был он доезжает когда он нету он назад везде спрашивает где мы видели кто-то я сходил-то и он там какая-то остановкой то-то сидят там как что-то такое может зайти время весеннее было еще снег был я захожу с его чемоданом он так и ахнул на меня я говорю это ваш чемодан да простите я вот помогал женщины из-за доброты своей пострадал он скорее чемодан проверил еще не тронута ягод так я и не знаю что там было но ясно дело что он должен был подозревать какой-то бомж тут вот это один случай а другой там где-то у них были знакомые они дали мне адрес чтобы съездить у них там помочь им проповедовать мы приехали когда да я в сапогах мороз то тяпнул а уже везде лужи были я к ним в окно стучу никто не открывает в двери видно не заперто изнутри я стучу никак потом присмотрелся вижу двое стоят там но не открывает хоть окна ломает а что делать то я тогда пошел по деревне ноги еще не чувствует но и в один дом вижу свет открыт я открываю двери захожу она выходит еще там то ли долго на работе а вы кто такой я ни слова не говоря снимаю сапоги русская печь а скорее на печь заскочил ноги отогреть она у меня мужа я ждала он сейчас придет счет скажет чужой мужик на плече сидит а я ноги не могу оттереть уходите скорее он такой ревнивый что будет я не разговариваю сижу ноги оттираю полностью отморозить мог но из смотался и когда пришел уже дело-то расцветало я не когда к ним зашел никто и у нас гристины еще такое горит несчастье было ночью кто-то стучался к нам прямо лес говорит мы едва едва горит ушел куда-то закрыта я и был вот как в жизни складывается не слышал еще эту историю от вас но вот не создай как-то и голодующих лена говорит где бы не было разная история почему я никогда не был посторонний женщина такая то я сразу хватаюсь это помогаю поэтому я впадал такие истории то есть вы потом поехали в пензу потому что туда приехал брат до брату обрат приехал по причине тоже свататься вот тоже как я теперь надо его спросить где-то и там девушка за который парень то там у каждого он умер он не посватался даже к ней баптист но и он тоже еще то там тоже его в армии тут призывают и он в армии ушел кажется отсюда и ушел по какой по какой причине и вы и отец яким еще тогда ну как бы не в потеряевке ты жили а вы вот разъезжали нельзя я когда приехала когда на корабле работает что там же выходных то нету какие выходные куда и выходные которые я работал не прилагается к отпуску двенадцать не это а я иду у меня полтора месяца а то едва это называю назывались там какие-то такое слово выходные и вот я приехал домой ну я тоже сам виноват идет женщина она двоюродного блата жена а она дочь дочь председателя колхоза была он хотя умер блата иван андреевич но я остановился и стей ей стал говорить о боге у них себя безбожная она тоже сумела дозвониться в кгб в алтайский край оттуда мигом приехал человек и на моего отца это где он такой ваш сын где-то работает а почему он здесь ну как я с одной рукой а тут коровы за него сколько наберется все в бой закон вам нужен конечно но за два дня он все сделает думаю сделает чтоб через два дня и у духу здесь не было а я в это время на сеялки а там пылища такая две сеялки я и брат и в это время там днем прибежали сеялка без нас она не пойдет остановили трактор сеялки 3 сеялки тащила за собой так немедленно в деревню и вот так я там был два дня и меня так это я не понимаю на основании каких законов это делается никаких законов нету верующие для на верующих нет закона они вне закона ничего себе ну да как сейчас вот как можно запретить человеку домой к себе вернуться а куда ехать ну как ехать да господь знал куда меня посылать так когда венспилс это оказался вот имея из дому выгнали я доехал до брата в москву а он не верующий самуил но это было у меня выгнал из дому я поехал куда ехать я даже не знаю куда ехать и вспомнил были хорошие ребята в армии которые были сюга те такие ленивые все это мы звали урюк вот а это эстонцы литва латыши я поехал по карте посмотрел где у бата еще был и поехал и куда там город липая а дорога еще ехал уже купил учебник пути был сразу начал учить латышский язык сначала я был в липая оттуда поступил в училище и вот там просмотрели у меня что написано в военном билете а военном билете что я оттуда вяло текущая шизофрения меня туда выгнали то а теперь куда бы я не поступал билет все кончилось а тут они просмотрели я теперь еду туда где у меня там документы а там меня пишут я теперь поступаю в училище а там поступал где-то на работу на корабле и они не потребовали этот военный билет и теперь мне когда что нужно было я ехал туда и снимал мне копию и опять уезжал и все с меня постепенно это но я когда был в липая там на стройку тоже устроился то дина отбой на молотке то а женщина такая большая крутая помню она вам здесь прописки не будет я врюка как это портовый город пограничный а у вас не паспорта нету не военного билета и вот как бог делает все я когда пошел там где паспортно то не знаю куда то ли в милицию что-то такое было там милиционер латыш а вы случайно не старовер я говорю да а что такое да такое вот это не то он берет так принят на работу это вы говорите она ему говорит доку нас закон закон я примите на работу меня приняли на работу а когда сидел я там на прием а маленькая к девчонка папа а это дядя ленин на меня вот все вспоминается как и милиционер полковник за меня подход отайствовал не зная меня я и военный билет там получил и паспорт вот чудо то божье какое почему почему там было меня тоже там зацепили я пришел и узнал где портовый самый храм был николы чудотворца там сделали клуб танцует кладбище разровняли сделали площадку то я пошел с людьми то поговорил там и говорю что же вы делаете так нашел наверное это еще евангелие то не было у меня в руках поговорил там кто-то заведующий этого клуба храма бывшего то и сразу обо мне сообщили вот как у меня получилось то вот как я попал на милиционера то меня уже в милицию вызвали разбираться я говорю я ничего не говорил говорил что память героев нужно чтить погибших то но и он за меня заступился вот так было ничего себе да так а в пензе а в пензе вы где жили-то а у карповых у баптиста который меня ночью встретили а потом кто-то хотел а я уже знал нельзя переходить из дома в дом где примут а мы живите а у него уже трое ребятишек было александр семенович и жена марфа вот там я и жил а вы где женой познакомились надежда васильна надежда васильна в новосибирске когда переехал то есть вы два года пробыли где-то в пензе и переехали в новосибирск а в новосибирск а почему поехали в сибирск а вот почему поехали не знаю большой город и надо тут да да дорога домой есть дома ты меня забыли в алтайском крае меня знают все время видимо так другой причины не было никого не знал ну и сразу стал искать старобряческую церковь я сразу нашел на образе было и там меня сразу определили где мне жить а там были три девушки надежда васильна и родная сестра не на васильна еще одна была а та была у нее брат священником старобряческим то стали собираться я начал им рассказывать это молва пошла такая и те которые любили слова стали приходить а другие стали против библию знает а кто библию считает с ума сходит это старобряческая наработка как у православных бей жидов спасая россию и вот то есть в этом приходе была была и надежда васильна она была она работала учительницей ну и она кажется на ход там клирос называется пела я на нее даже никак и в это время вот когда там было ну просто необходимо я проповедую и всякий народ и пришлось вот так вот и старики собрались там и мне говорят ты вот знаком там такая девушка знаком было что а вот ты вот эту возьми показали на нее я их послушался то есть я работал не не чувствами она возьми до меня у меня кудрява так вот авиирисе кудрява похвалила перед венчанием то я сразу пошел и астриса на головах а вы послушались совета к это кто были кто совет дал александр иванович самый главный друг мой который потеряевки володя это его отец он владимир александрович а он кем был там вообще не в этой жил в искитиме 70 до может быть 50 километров от новосибирска у него было 10 ребятишек он был александр иванович истинов начальник радиостанции константина константиновича ракосовского всю войну прошел на переднем плане и он рассказывает когда что-то связываешь мины были готов как картошку сажают вот так и и ни одного ранения не было и когда он был в германии он там ознакомился с протоколами сионских мудрецов и поверил что так и есть ну и где-то стал говорить его сразу арестовали приговорили к расстрелу но к расстрелу приговорили расстрел все за не заменяется ну а все-таки вояка это имеет ввиду ну и почему меркулов там был это заместитель берии тоже я пока не знаю но судила чуть ли не военная коллегия ну и дальше и сразу там прокурор ну вы поняли что вас ждет устинов гражданин осеновку понял я буду сегодня со христом ну надо писать помилование там рассмотреть кому вам писать вы же осудили не надо писать но они сами самые добрые люди написали ему тогда заменили 25 лет 5 ссылка и 5 поражения в правах 35 лет накрутили и вот я когда ехал и он там со мной познакомился я к нему тогда приехал в этот в исхитим там своя история трагическая была тоже ну а то то мы были на сибирске то встречались и на меня пошли жалобы и бабков он в москве его отец алексей бабков тогда была архипископия у них не было митрополита не патриарха новозыпков это рогожинска на рогожинском калбище они там были белокреницкой иерархии белокрениц ну и вот на меня жалобы были и нажаловался священник у нас был отец тропим который венчал а я в это время в исхитиме же жил где александр иванович там тоже как пережал тоже разные события были ну и меня позвали новосибирске я приехал андрей педотович долгого очень очень мой друг был как с александр иванович дружный мы трое были вот друзья ну и священник новый я его поклонился благословить я должен головой до земли а потом вот так вот ручки сделать а я вас не знаю отец тропим наш священник стоит рядом я к нему он я не могу благословлять потому что это протопресс-витер он должен первый то есть меня на расшарагу поставили сразу я стал говорить ну и ко мне люди стали во что я верю после это написал это все но этот а он ездил своей дочерью машей морозов фамилия его вот отец павел надежда васильна сильно была к нему привязана и он настращил жалобу что я увел всю молодежь старообрядческую к баптистам я баптист и нас отучили от причастия вот кажется два проходит то где-то и вдруг обстановка полностью изменилась я всем говорю меня не касайтесь а потому что вас искать надо будет где-то а он был духовник архиепископа флавиана духовник этот близкий-близкий человек но тот что-то он узнал что они сотрудничали с властями он тоже по правде стал их укорять они вот это под запрет а он проезжает где совершать литургию сняли сан он продолжает служить они не отпевать его даже мертвого старообрядческим пощады не знаю и когда мы приехали с ней в москву там один сахаров священник отец и он нас обнял и говорит хорошо что вы никуда не ушли теперь можем сказать отец павел на вас кляузу написал ну с ним вроде рассчитались ты а у него в этом который там работал бабков отец алексей у него был сын один только видимо это был я не знаю что вот он папков как-то еще ты говорил его ну вот так и он когда мы выходим уже с нас сняли отлучение то а бумагу потом пришлют отцу тропиму а вы что здесь делаете а виновата я был когда писал на пасху которые баптистам письмо я ему направил то что баптистов назвал братьями он добивался еще чтобы меня не принимали и когда вы прихожей-то встретились и еще здесь у нас отлучение сняли никуда не стоит стойте на месте мы стоим он пошел там все перебрали никак не мог ладно вышел идите и вскоре он проходит какое-то время он едет на машине ну туда и сюда движение а между движениями дорогами такие маленькие кустарники он спит за рулем там другой совсем и в это время там машина статры год длинный в кузов 12 метров перескакивает через и он прямо сходу в него влетает у него мгновенная смерть вот евгений бабков евгений этого который против меня там все было то его нету отец павел который был тепел сразу смели я вот знаю здесь которые были я не могу не замещать это потому что такая трагедия а у него было кажется девять или десять сыновей евгения они тут а сибирский он был архитектор кажется а александр устинов вы когда в новосибирск приехали он получается в приходе был старобрядческом так так он был там а тут получилось а когда я там проповедовал и одна бабушка сиски тима была и 7 звать ее и она от 1 продавала и которая продавала марфа она у нее купила ягод купила из-за вас потому что вы переезжаете в иските им чтобы вас слушать старобрядка но я лет семьдесят пять и она и эфиме а муж эфим и когда он приехал он стал меня гнать из квартиры по ревности что он видел как она была у меня там где маленькая комнатка она от меня выходила мне двадцать пять лет и семьдесят пять его родные дети да что ты отец с ума сошел это старобрядцы свирепые вот если когда ехать в новосибирск лежаешь на полустанке еще останавливаться надо было не не конечно останется это и он там ждет отец он я зашел туда он на улице выйдет хоть какая пурга если в храме обернулся я стою он вперед так ринется впереди человека три уронит это нельзя выразить какая злоба но его кто не уговаривал все бесполезно и мне пришлось в конечном счете оттуда выезжать в барнаул а уж барнаул я приехал а в новосибирске то на квартире жили у меня три мои сестры жили валентина ирина и марфа валентина это жена володина смотрите а в искитиме и получается из новосибирска вы переехали в искитим а александр аустиновым постоянно общались но дружили постоянно и у него большая трагедия была у него семь или восемь сыновей было и две дочери у александра то ну и кто-то верит кто-то не верит кто-то кто как володе он совсем не верующий был никакой и отец говорит у него веры никакой нету теперь когда перед смертью он там по-другому смотрел уже такое а миша кажется второй по росту он служил в войсках там десантники он все приемы знал и тут где что дерутся его всегда миша там один раскидает их всех то ногой то рукой то головой и где-то там у магазина просят там дай рубль там чтобы купить пол литра то но он видимо там горячего просить это работать надо там ну и драка возникла но одного другого там стоит человек дальше с газетой он даже на него не подвергался а это уголовник стоит он идет у него в газете нож завернуты и он подошел рядом как ударил ножом и сразу сердце и дальше как александр иванович возвращается из храма он миша не пошел и теперь этого мишу видит в гробу грязного и вот такое дело а тот семь лет далее сидел вышел и все вот я записал как была смерть у меня пленка была смерть называлась интересно такая она заняла у меня почти восемь часов и святых отцов я все так сделать и когда как кассеты за катушки заказывали то говорили там мне пять смертей вышли а получим до человек если получается почувствовать запах крови до кого-то убьет то в нем это будет постоянно он будет хотеть этого вот так вот погиб он миша погиб а перед этим интересно он приехал ко мне в барнаул и у меня на кровати лежал или спал сейчас не помню ну конечно вот такой вальяжный был и я с ним беседовал он еще не принимал не нуждался и вот такая беспокаянная смерть смерти и надо найти где-то она должна быть богатый материал именно они говорят сами все кто его знал я все интервью всех брал тогда не было видео только аудио а в новосибирске откуда у вас жилье то появилось свое откуда снимали на квартиру человек который верующий дедушка был а потом к нему сын приехал ну и мы квартиру снимали платили деньги нет а потом то вы говорите там у вас сестры ну кто-то жил вашим вашем доме или квартире в новосибирске у вас там жилье было свое новосибирске не было никогда никогда не работал ты сестренки у меня были и мы с надеждой васильевым снимок сохранился а вы с китим вы с надежды васильевым переехали или вы еще не не женились нет я переехала раньше раньше женить бы она не подожди как как говоришь она видимо я не знаю даже как так получилось я приехал и она почему-то в новосибирске какое-то время была переехали то вместе но я один жил какое-то время она вернулась сестрой видимо была она что-то с ней надо было быть но мы уже были женаты потому что сестренки то у меня в новосибирске жили на квартире а вы в шестьдесят шестом году женились с ней на ней по моему а регистрировались наверное года через два я уже стал думать об аресте думаю ее допускать не будут это пошли мы без регистрации помещались и сразу разъехались теперь ко мне никто не подойдет я а тут девушки и прочее вот так было она осталась на прежней квартире вот как было где она жила с сестрой так вы переехали в иски тим а потом в иски тим и вы получается примерно по времени сколько были не помните пока не помню я могу новую книжку открыть и посмотреть как работал тогда если три дня не работаешь уже виной нарисует от силы два дня можно было не работать а если тебя не берут нигде только род возьмут звонок дадут и возьмут на другую работу я когда освободился первый раз в милиции специально была должность такая устраивать где-то один майор занимался этим и он всех устраивает а меня не может 18 работ прошел и нигде он ничего не может но видимо обратился в кгб в одном месте меня приняли трудовая остается в отделе кадров и во вторую смену выходите я выхожу в туру из меры и и сюда баптист которая открыла окно со второго этажа мне трудовую вот так забирай с территории уходи кгб ведьма сообщила преследовать все опять обезработные даже на работу не вышел еще и выгнали преследования были ужасные изгои как патриарх говорила об этом кажется патриарх кирилл говорит что но считали людей газа вторым сортом да ладно будет если вторым сортом даже даже не верится вот это вот вообще поэтому вы такие не цените то что есть сегодня считали один мужик купил самосвал самосвал купил мы друг другу как легенду передаем нельзя ничего было иметь никак не как лошадь нельзя было завести сразу отберут осудят тебя потому что у меня лошадь у тебя ему вдруг кони соустроим и коммунистов начнем свергать а тут был такой огурцов огурцов он образовал общество вот капрана в котором освещение был он входил в это общество у них так изучали танковое дело на танки и давить коммунистов да не верится знаете что это все русские люди делали русские люди а вот эти пять самых кровавых женщин считали ролик мне вчера скину я вам скину его самых кровавых женщин в революции некоторые своей рукой расстреляли несколько тысяч не спрашивали кого вот об этом салаухин пишет ну выходили на так юноша идет так они пуражку носили который гимназисты были гимназисты все сразу сторону расстреливают вообще это просто если русский народ впадает в такие заблуждения и в такие грехи он значит и дальше будет впадать если христа не знает совсем не знают сегодня священники они не проповедуют вот недавно этот отец андрей ткачок сказал об этом я постоянно говорю что интересно библию стали вы надо брать с собой все горят этот вас он не знаю но он говорит как было литургия апостол сидит или и рассказывает где он был что а потом совершают вечер и поблагодарили все что литургия и аква там 6 8 часов этого не было и поэтому я всегда говорил бог требует десяти но вот какая у нас служба потора часа или два десятую часть молитвы 9 10 даже проповедь занимать так и на тихо дальше смотрите из ишки тима вы уже переехали в барнаул там где я сейчас нахожусь и все вы там больше вы не переезжали и никуда и когда я тут пошел на первую исповедь от старобрядцев там и так старобрядцами уехали сюда к старобрядцам я не пошел понял что они меня звали от какой-то епископ приехал давайте в полное подчинение местному священнику отцу симеону как полностью он евангелие то может не знает никола никола звать думнов старобрядческий священник но я тогда пришел а тут титоп отец симеон был такой грузный 153 килограмма весу приросте чуть помиже меня а так слову сказать как я все думал чтобы ему не перед народом не выходить и на исповедь сказал мне говорят старобрядцы там меня опять отучили я у них не был то есть сегодня действительно ну и все больше мы туда не заглядывали а когда я поехал в америку в это время как-то случилось что зачем-то я пошел или что-то в архиепископию но они меня опять начали избать я говорю вы же меня отучили снова как так сказали я слышал но они пошли искали искали ничего не давайте будем считать что и не было я говорю так не пойдет вы дайте опровержение везде нет ничего не сделали я не думал туда возвращаться там проповедником делать нечего миссионера за 360 лет ни одного не было и только никоньянин никоньянин у нас тут один хороший фотокорреспондент хаспришин андрей николаевич в алтайской правде губернской газете его отправили какое-то старобрядческое селение там сфотографировать интервью взять и кто-то заметил что у него на фотоаппарате написано никон его чуть не пришибли тайный никоньянин он говорит это японская фирма никоньянин не могу убедить никак они меня зажали со всех сторон а потом кое-кое как нашелся у них грамотный старообрядист и говорит что это фотоаппарат это не он никоньянин а фотоаппарат так разбей его утопи а самое главное что фотоаппарата делают две фирмы известный никон и 2 канон божественное заметьте у этих у новообразов а там главный был противник никона вакуум вот о вакууме есть вот сейчас его тут проповедь он говорит такая интересная говорит ссылаясь на писание а у старообрядцев за 360 лет никона ни одного нету так это святой же никон а не важно все равно не как и коньянин так ну все вы 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 когда вы приехали первое богослужение покровском соборе я вышел и стал говорить и вокруг меня уже кучка и медведева мария федоровна сразу пригласила к себе и группа образовалась в течение одного часа как приехали а вы что вы сказали такое когда вышли что вдруг люди стали слушать но у меня тема то первое всегда любви божией а водительстве духом святым это мои самые любимые темы у отца дмитрия дудко когда я был так там как ледокол прошел по столу столько лет собирал людей вы разделили пополам а мне записки там отца дмитрия а это дмитрий дудко это вы в каком городе были в москва вот самый популярный священник то был не глеб якунин не александр мень а именно вот так вы когда к нему поехали уже из барнаула нет я ехал в это время зачем ты это уже а может быть это в то время когда я собрался болгоград дело в том что я помню на поезде ехал оттуда с прибалтики может зачем-то был не знаю но главное то о нашем уповании мне дали такая как маленькая книжонка и там отец дмитрий отвечает и я его нашел где он служит он отсидел лет пять до этого и вот там вот так виноградова да это был где-то его там трясло буквально слова нельзя сказать женщина староста за всем следила и вот там мы познакомились с ним под звездным небом парке гуляли ночью зимой у меня это описано где-то так 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 куда значит ставить это а сколько вы там пробыли у него по времени в москве сколько ну может быть день один а там ли все у гордеева оттуда все понятно 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 вы там не жили там понятно в интернете вы найдете да да это я знаю я уже эту историю несколько несколько раз такой яков кротов это он там все описал да взял свое материала как я был как говорил и какую пить иммуном наложил отец дмитрий то вставать не не раньше шести и когда привожу места библии не говорить где глава из них представьте себе так а кристо-возвиженскую общину бы в каком году решили ну то есть общину основывать в каком году решили не помните ослабила эти клещи свои девяносто первом году там же написано а вообще когда мы занимались то просто собирались и ходили покровский собор но это как приехали уже на другой день у нас новые люди появились объясните русская свободная православная церковь какое отношение к рпцз имела она так первое место назывался она и есть они ее благословили епископом лазарем они-то образовались зарубежной церкви до еще не было связи то и архимандрит фигура была почему не не рпцз назывался именно русская свободная православная церковь потому что торпоза ничего здесь не было получается она до этого была уже там ни одного видимо прихода не было не было нет русская православная свободная церковь это случайно не не катакомбники которые до этого были или истинный свободную церковь видимо так и есть потому что журбенко с ними связан был лазарь а почему вас ты к ней примкнули а куда больше нет никого католикам и не пойдем баптистами не станем православным некуда деваться а так полную свободу началась а руководство русской свободной православной церкви до того когда они к рпцз присоединились вы уже с ними были связаны с руководством нет нет за рпцз еще это батюшка потом уже как-то мы просто собирались а уже когда регистрировались уже батюшка был а был они вышли 5 или 6 священнослужители атомского феодосия и там и ишимский вот который евтихий когда был я там синоде в нью-йорке то и я тогда стал говорить чтобы нам бы рукоположили своего епископа и в тихие на сибирь и в тихие курочки на то ну и когда я ему сказала я вас и не просил за меня ходатайствовать он меня тоже урезонил но в 13 лет у нас был мы так довольны а сейчас ушел как будто нас роду не знал и как будто никогда не видал но я скажу я читаю он каждый день там пишет у него есть страница вконтакте и он отличается от всех епископов то что сегодня происходит все знает не знаю откуда он знает но как вот вы говорите все то же самое говорит ну да знакомство это не прошло даром так подожди-ка я гляну где у меня еще вот кого я несу у меня пантера какая красивая очень ласковая и мышатница вот она какая умная такая она знает как все делать вот посажу в коробку хоть маленькая щель за ночь вылезет я и все обшил несколько слоев картона сейчас вылазит о давай а вот это у меня поля смотри фоста какое-то давай еще давай вопрос а то пойду завтракать да так все все понятно ну все по в принципе понятно все 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 спаси христос будем писать записал вот сейчас мы пойдем ладно ролик он тут сейчас будет в чате вы выкинется вы прямо скачать а вы его не ставьте тогда или как мне надо чтобы никто не стал ко мне претензии разные я к себе никогда не все что мы с вами беседом я к себе никогда не ставлю я все ставлю на наш канал на ваш проверяю чтобы лишнего разговора ему тогда и поставь он мне тогда я бы с удовольствием взял его но с богом не посмотрел володя подошел бит умение включено я постоянно забываю то есть я весь там с кем пробеседую все записано у нас ну с богом богом и и Продолжение следует...